Это день города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема сегодня. Действенные запросы. За некачественный капитальный ремонт крыши с подрядчика спросят спустя пять лет. Фото для автоинспектора. Как правильно проходить техосмотр? Оцифровка памяти. Серьезные люльки для документов 14 века. История с протекающей крышей в доме номер 9 по Первомайскому проспекту, который мы рассказали 1 марта, получила развитие. В ответ на наш запрос, исполняющий обязанности руководителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов Виктория Сорокина, заявила, что в начале следующей недели специальная комиссия проверит крышу. Нынешняя протечка не возникла вдруг. Все это следствие некачественного капитального ремонта, за который подрядчику придется держать ответ. Для пенсионерки Валентины Трифоновой нынешняя течь с потолка не первая такая неприятность. Оказывается, еще два года назад здесь уже был инцидент. И осенние потопы накрыли не только квартиру ветерана труда. Жаловались практически все жители. Но именно Валентине Трифоновой рабочие доставили больше всех неудобств. В октябре, в ноябре стали нашу крышу сбрасывать, ромбирует, и перекрывать железом. И вот тут начались проблемы. Сначала у меня, я говорю, проломили в прихожей, там бегали эти наемные рабочие, потолок заделали. Потом у меня стало быть вытяжком. Они еще, мы тут не доделали, мы тут все, мне протекает, а мы все не доделали. Тогда подрядчики смогли привлечь к устранению недоделок. Сможем это сделать и сейчас, уверяют сегодня в фонде капитального ремонта. Два года назад строители реагировали живо. Мы совместно с управлением компанией вышли, зафиксировали этот момент и отправили претензию в адрес подрядной организации. Подрядная организация, в свою очередь, при наступлении благоприятных погодных условий. Замечание устранило. Однако, так как не было сильных атмосферных осадков, было сложно это проверить. Да, факт мы, конечно, зафиксировали, что да, поправили фальц. Дело там не в гидроизоляции, а в том, что замки фальца разошлись. Это покрытие металлической кровли. Сегодня решение однозначно. Крышу дома будут приводить в порядок. Фиксацией нарушений займется специальная комиссия. Фирма «Факел», проводившая ремонт дома в 2016 году, московская. Но ее представители на осмотре новых протечек тоже будут обязательно, говорит исполняющая обязанности руководителя фонда капремонта Виктория Сорокина. Операция намечена на начало следующей недели. Для выявления всех дефектов важно, чтобы потеплело и лед на крыше начал таять. Основная наша сейчас задача выйти на дом вновь и зафиксировать. И это не просто факт, который, ой, давайте зафиксируем, что там течет. Нужно зафиксировать, где течет, что течет и по какой причине. И в какие сроки это нужно исправлять. То есть, все ситуативно. Шестилетний гарантийный срок не закончен. А значит, подрядчик будет устранять все неудобства за свой счет. Главное, чтобы на этот раз фальцремонт не оказался очередным фальцстартом. В фонде капремонта пообещали это четко проконтролировать. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В сфере технического осмотра транспорта вновь наметились изменения. По задумке власти, необходимо кардинально переделать сам процесс прохождения. Впрочем, пока что сроков у проекта нет. Как сегодня правильно и законно проходить техосмотр, выяснял Валерий Седов. Сейчас техосмотр начинается не с проверки комплектующих авто, а с фотографии. Делается их две. В начале техосмотра и в конце. Качественное изображение с читаемыми номерами будет храниться минимум пять лет, а после техническая сторона. Эксперт проверяет целостность шин и колесных дисков. Делается все это под четким контролем сотрудника ГИБДД. Работа здесь кропотливая. Нужно проверить и тормозную систему. Для этого машину загоняют на специальную платформу. После проверка рулевого управления стеклоочистителей и стеклоомывателей. Если у машин есть газовые баллоны, то осматривают и их. Эксперт также проверяет, внес ли водитель какие-то новые изменения в конструкцию авто. И смотрят на работу световых приборов. Эксперты лазают и в машине, и под машиной. Измеряют выхлоп, шумность и многое другое. После идет работа с документами. Эксперт пункта технического осмотра отправляет диагностическую карту инспектору ГИБДД. Здесь другая задача. Проверить правильность заполнения и убедиться, что машина не в угоне и не в розыске. И если все нормально, то с росписью двух должностных лиц карту отдают водителю. А с начала марта в весь процесс внесены небольшие изменения. В настоящее время диагностические карты, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически проливаются на 6 месяцев. Но не менее чем до 1 октября 2021 года. В случае, если срок действия диагностической карты окончится до 1 февраля, технический осмотр проводится в общем порядке на аккредитованных станциях ПТО. Осмотр такого автобуса занимает минимум 58 минут. Его классифицируют как М2. В день эксперт может осмотреть не больше 8 таких авто. И если все хорошо, то водитель получит диагностическую карту, где зеленой рамкой обведено словосочетание. Недостатков не выявлено. Валерий Седов, телекомпания «Город». Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил антиковидные ограничения до 28 марта. То есть, весь март рязанцы с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше 65 лет должны ответственно соблюдать режим самоизоляции. Предприятия общепита по-прежнему будут работать до часа ночи, а вот особый режим работы для организации соц. обслуживания продлен до 12 апреля. По данным оперативной группы правительства Рязанской области, с подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе зарегистрировано 25 106 человек. Больше половины из них проживает в Рязани. Для того, чтобы цифра эта не росла значительно, продлены ограничения и обустроены пункты вакцинации. Об этом мы не только говорили на межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Ситуация с COVID-19 в Рязанской области стабильная. Это уже видно невооруженным взглядом. Количество вновь заболевших уже снизилось почти вдвое. Впрочем, в региональном Роспотребнадзоре термин «снижение» пока стараются не применять. Тотальная иммунизация – единственный выход из пандемии. Наши вакцины самые безопасные. Их в регионе хватает. Главная задача – привить коллектив, который подведомственен вам. И, конечно же, привиться самим. Поскольку та часть людей, которые не переболели и не привиты, их осталось не так уж много. И наша задача – нацелить эту прослойку населения, контингента, которые уцелели, несмотря на всю сложность ситуации пережитой, привить их в ближайшее время. Еще одна цель – развенчать информационные вбросы и мифы о российской вакцине. Это наши ученые остановили Эболу. Их же разработка сейчас успешно противостоит коронавирусу. Пункты вакцинации уже открыты повсеместно. Единый телефон для записи – 122. На территории города у нас развелся 15 пунктов вакцинации. Это наши областные, наши городские, ответственные медицинские организации. Четыре пунктов вакцинации, разработки на плате клинических, МВД, МСИН, РЖД, медицинские и также медицинские университеты. Свободных запасов вакцины в области около 10 тысяч доз для тех, кто не успел привиться, самое время. Впереди майские праздники и массовые мероприятия. Максим Васильев, телекомпания «Город». Начало марта в России – время архивариусов. В свой единственный в году праздник хранители истории традиционно открывают тайны и достают малоизвестные общественности документы. Олеся Котровская нашла их и в Государственном архиве Рязанской области. Сейчас в Государственном архиве полным ходом идет оцифровка. С помощью специального аппарата документы сканируют на электронный носитель. Электронные копии и цифровые экземпляры нужны для того, чтобы не выдавать оригинал документа на руки. Ведь в архиве хранятся и очень старые документы. Если ими часто пользоваться, они просто придут в негодность. Так, например, на сегодняшний день нижний порог документов здесь – 1480 год, то есть XIV век. Отдельными страницами. И вот так это происходит. Укладываем, чтобы было ровно и читаемо. Выравниваем стекло, рамочку, чтобы было все красиво и ровно. Вообще в день у нас 250 страниц нам необходимо сделать. Если книги поровнее страницы, то можно сделать побольше. Самое главное в этом оборудовании, что книгу, оцифровывая, можно не расшивать. Ведь если она расшивается, а потом обратно сшивается, это уже новодел. У нас очень серьезные люльки. Люлька – это та платформа, которая опускается вниз, чтобы книга легла. А самое уникальное в этом оборудовании, что они заглядывают внутрь и снимают страницу. Несмотря на то, что она лежит под углом, на самом компьютере, на мониторе, она плоская. Мы эту страницу, девочки вот сейчас работают, потом они эту страницу обрабатывают. У нас есть специальные люди, которые смотрят. И потом это все помещается на сервер. На сервере можно хранить многие годы. Это можно распечатывать, это можно отдавать в читальный зал. Есть в государственном архиве и специальная реставрационная лаборатория, которую сами работники нередко называют архивной мастерской. Обычно в региональных архивах редко реставрируют документы. Однако здесь процесс отлажен. Мы реставрируем. То есть прежде чем их оцифровать, вы понимаете, что они древние, даже не древние, а может быть, начало 20 века, тем не менее, они очень, я бы сказала, исчезающие чернила, плохо пропечатаны, даже уже на печатных машинах. Мы их сначала приводим в соответствие. Оборванные края, ну и так далее. И кроме этого у нас там есть так называемая лаборатория микрофильмирования. Вот эта лаборатория – это вечное хранение. На сегодняшний день в этой лаборатории мы можем делать на пленочном носителе копии документов, то есть сканы документов, которые размещаются на пленке. Ну, пленка типа диафильма. Только они бывают двух видов. Один – так называемый фонд пользования, то есть в позитиве. А второй – фонд, который называется страхование. Так вот этот фонд страхования – это негатив, который хранится в определенных условиях, в темном помещении при определенной влажности. Вот это может храниться вечно. Для распространения ретроспективной информации в Государственном архиве Рязанской области создали свой издательский центр. Например, эту книгу «Воспоминания рязанцев о Великой Отечественной войне» создавали здесь, а затем 400 экземпляров разослали авторам в архивную службу наличное хранение и в образовательные учреждения, школы и техникумы. Проект Государственного архива будет продолжен. Уже закупается информационная система. Ее модифицируют, и благодаря ей будет налажено взаимодействие всех архивных служб области. Уже сейчас известно, как она будет называться. Единая государственная информационная система. Архивное наследие Рязанской области. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова